Доктор субтитров А.Семкин 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 колыбели, и я шла через жизнь за ними. Нажмите F, чтобы включить фонарик. Погоди, я что-то вообще не въезжаю. Он дочь не убил тогда? А-а-а! Как он у дочери! Он сделал с ней то, что я и говорил. Он просто у нее выдернул волосинки. Че бы он ее убивал? Он же не совсем дурак, чтобы ребенка убивать. Он жену только убил. А у дочки он просто волосинки взял ради того, чтобы, ну, как бы, кисточку себе замутить. Одолжил. Конечно бы ей было больно, она кричала. Но, тем не менее, она осталась живая. Ее потом забрали, видимо, усыновили, удочерили. Уздочерили. И какая-то семья удочерила. Вот. И спустя годы она вернулась, когда уже папаня сам себя, наверное, сжег. Мы закончили сюжет игры тем, что себя сожгли вместе с портретами жены. Мамки тоже нету. И тут остались только страшные воспоминания от отца. Вот она пришла эти воспоминания находить. Только за хера ты сюда пришла. Ты же понимаешь, что тут ничего хорошего ты не найдешь. Что за... Кто тут играет? Да открой ты этот сундук, сраный. А я, походу, тоже игру начинал-то отсюда, когда еще, ну, главную игру играл. Главный сюжет отцом. Я начинал отсюда. Мы открывали всякие вот эти ящики. Тут ни хера подко особо интересного не было. И все подкрываем, как обычно, как мы любим это делать. Опа. Любимая, я все думаю о том, что произошло. Я все пытаюсь понять, моя дорогая. Помоги мне. Я ничего не понимаю. Зачем ты это сделала? Неужели ты решила, что иного способа нет? Ответь мне, черт возьми. Чем я заслужил это? Я делал все, что мог. Ты это знаешь. Я дал тебе все. Ты эгоистичная сука, почему ты так поступила со мной нами? Поступила со мной нами. Ты вообще писать хоть научись. Правильно мысли свои излагай. Как со мной нами? Ты нами или ты мной? Ты уже определись. Он, наверное, просто писал это выпивший. Видишь, сколько бутылок он разбито. Тут что-то тоже какие-то картины валяются. Стул сидит. Стоит, говорю, сидит. Так, тут у нас что-то непонятно. Тут что-то можно открыть, посмотреть. Это кухня. Ну, здесь и вонь. Ну, конечно. Родители навоняли. Даже до сих пор осталось. Так, убирай. Че ты пришла-то? Пришла, значит, убирай все. Опа. Воспоминания пошли. Клянусь, если этот пес сейчас же заткнется. А он не хочет затыкаться, папаня. Он не заткнется. А! Вот что? Как, черт возьми, ты здесь оказался? Вали отсюда. Пока я не нашел способ оставить тебя здесь навсегда. Че за пес? Значит, нормально пес пришел на меня. Реально пес. Осмирел совсем. Куда это я пришел? Тут была дверь, которую мы пытались открыть, но какой-то подвал с чайниками. Это, короче, дочка будет воспоминания собирать. О, картинка. Мама, пес. Нет, это папа пса в огонь. Смотри, папа пса на весы взвешивала. Дочка говорит, не взвешивай собачку. Ты че? Собачка потом тебя покусает. Собачка съест. Весы съедят собачку. И все будет, короче, все друг друга съедят. Шуга, папа, сахар и паприка. Нормально. Какие тут цветы? Че я тут вообще должна найти? Она пришла что-то искать. Хер его знает, че она пришла. Пошариться, слышь, пошариться. Пришла по дому. Посмотреть, есть ли у родителей еще пожрать? Родителей уже, наверное, лет 20 как нету. Она пришла только шариться сейчас. Почему ты раньше не приходила, когда они живые? Это были еще. Ты же сразу как выросла, могла приехать. Хотя, может, они и раньше умерли еще, когда ты маленькая была под стол пешком, ходила. Хрен его знает. Ну, короче, пришла сейчас. Тут уже ничего нету. Все заплесневело. Дом весь разрушился. Тут все подпорки ломаются. Все ломается. Картины не остались уже. Шедевров отца она больше не найдет тут. Вот, кстати, его кабинет, видишь? Интересно, когда эти стены в последний раз видели солнечный свет? Давно. Скрипят половицы. Опа! Эту картину помню. Так смотрела, что-то выискивала, встыкала. Опа! Очередное воспоминание, да? Окей, погнали. Что мы там вспоминаем? Вспоминаем белый фон. Я вижу, что мы его вспоминаем. Так давай уже хорошего вспоминать. Я устал. О! Кабинет папаши. Берем. Что, рисуем? Давай рисовать. Что ты делаешь? Положили медленно! Ты уже не маленькая, чтобы заниматься этими глупостями. Ты что? Я хотел розового пони нарисовать. Папаша, ты ебанутый на всю голову. Я пони рисую. Иди нахуй. О! Яблочко. Яблочное дерево. Голубой цветочек. Подсолнушек завял. Подсолнушек еще один завял. Цветочки растут. Яблочки, цветочки. Цветок висит что-то. Вниз головой. Стульчики. Язычок. По язычку поднимусь на театральную сцену. А он прикольно. Похоже на зубы. Ого, ни хера себе. Какой-то чунгачанка какая-то. Че это за Микки Маус? Ой, е-е-е, кореша, привет. Че смотрим сегодня? Че у вас сегодня по сеансу? Красная шапочка. Шла как-то через лес девочка в красной шапочке. Вдруг из кустов ей навстречу выскучил некто ужасный. С налитыми кровью, глазами, зубами он острыми щелкал. И все же не дрогнула девочка при виде серого волка. Смотри, дорогая, сказал злой волк, выходя на дорогу. Ты в сказку попала, а в ней глаза обмануть тебя могут. Молчи, старый глупый педриллая, сказала девочка беспечно. Кроме тебя, в этих краях мне явно бояться нечего. Любую проблему решу волшебными ямелками, нахуй. Деревья сделаю желтыми, переверну вверх ногами, сука. Траву превращу в конфеты, красным сделаю небосвод. Я могу сделать все, что в голову мне взбредет. Однако ее умения на волка не прозвели впечатление. Да, ты можешь сделать все, что хочешь. Но прошу тебя, действуй с умом. Ведь мы несем ответственность за все, что создаем. Ты злобен и завистый, пидор, сказала крошка волку. Хочу и развлекаться, а от лекций мало толку. Хочу, чтоб с неба свалился камень размером с комету. И тебя, пустомеля зубастый, превратил в отбивную котлету. Хаяк! Умоляю, не делай этого! Злава! Завыл серый волк тоскливо. Мыслим масштабно, дитя мое, работай на перспективу. Но было уже слишком поздно, предупреждение запоздало. Огромное тело, блядь, небесное, прямо на волка упало. Нихера себе, кто на него упал? Шапочка? С огромным телом подросла девочка. А, метеорит упал, смотри. Нихера себе, а когда это метеорит успел на волка упасть? А че он тут забыл? Так, нам походу... Куда тут столько, чтоб дорожка была? Вот какая-то дорожка. О! Идем по нарисованной дорожке. Кто-то что-то нарисовал, короче. Идем. А, так я тут был, а это пони, типа. Пони, паровозик, кисть. Наконец-то! Ты готова принять настоящее искусство? У меня папаша учит рисовать, да? Ну давай, я принимаю. Че мы там рисуем? О, да, летние деревья. Зеленые, налитые жизненные силы, и в то же время молодые и неопытные. Давай подберем для них более подходящее время года, когда они станут чуть старше и мудрее. Ну давай, я когда? Осенью, да? Краски какие-то взял. Э! Че ты там дерешь, собака? А че это такое, короче? Что-то беру, ложу, беру, ложу. Синие краски взял. О! Хе-хе! Тедди Бир. Это мой мягкий дебил. Это, короче, прикинь, он девочку рисовать учил. Во! Вот это вот время года, стопудово я тебе отвечаю, надо... А-а-а! Моя духа, нахуй, дедди ты в шопу! Собака! Тут собака бегала только что у меня под ногами. Нихера себе! А я думаю, где она тут, короче, где-то рычи и сжигалкает, сука. Здоров. Все, пошли рисовать. Подобрали нужные цвета. О, да, в жизни наступает осень. Время, когда человек ищет, где бы укрыться от стихии. Посмотрим, что станет с нашим домиком, когда спустятся тучи. Ну, че станет с домиком? Пиздец домику, да? А че тут делать? Надо домик рисовать? Спустятся тучи. Надо, короче, рисовать, наверное... О! Нет, положи мелок! Все шло так хорошо. Пошел нахер, папаша. Я рисую то, что хочу! Пошел нахуй! Ты уже не маленькая, чтобы заниматься этими глупостями. Че, опять, что ли, рисовать надо? Че, по-новой? Да иди ты в жопу! Я думал, надо, наоборот, папане наперекор мутить, чтобы, типа, рисовать всякую хуйню, а он будет раздражаться. А потом, короче... Да иди ты не пиздец, я знаю, что осень надо замутить. Сейчас, я тебе замучу осень и лето. Все части света. Так, че, куда я фрусь? Что-то шорудит, что-то шуршит. Тут хуй какой-то нарисовали. Где осень? Где кисти? Так, идем куда-то сюда. Я помню, сейчас, короче, надо как-то выйти в коридорчик, и там будет вся эта осень. О, давай желтыми рисовать, а? Или хер его знает. А давай желтыми нарисуем, а? Что тебе непонятно в словах? Небо потемнеет. А, типа, нельзя желтыми рисовать. Ах, пошел ты в жопу. Положи, милок, все шло так хорошо. А, типа, милком рисовать нельзя. Ну и, блядь, в пизду твой, милок. Так, я тут был. Подожди, надо какие-то серые кисти, типа, чтобы осень замутить. Какие-то синие, фиг его знает. Сейчас посмотрим, что синие будут делать. А ну. Нет, времена благоденствия сойдет любая старая хижина. Высыпал ты, батья, учитель же. Хорош. Ну, знаешь, что она, деду, когда небо потемнеет. Да, блядь, потемнеет оно тебе. Как оно тебе потемнеет, когда оно не темное, нихера? Как ты его заставишь потемнеть? Небо само должно решать, когда ему темнеть, когда ему светлеть. Блядь, почему я не могу прийти на ту сторону? Как его пройти туда? Вот же я вот так вот как-то зашел, да? И сюда должен как-то выйти куда-то. Ой, где твои темные кисти? Мать твою же за ногу, а? Все, я не хочу быть художницей. Я хочу быть нормальной девочкой. О. Эй, привет, тетя. Блядь, опять собака, да? Ох, 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 шкаф, шкаф, шкаф за мной, шкаф идет. Шкаф ты оборзел, пошел ты в жопу. Давай, дочка, мячик твой, давай, херач. О, шкаф остановился. Блин, да как, где мне взять? Что с мечом происходит? Куда ты тут? Она совсем еще больше поехавшая, чем ее папаша, смотри. Что тут творится? Во, вот эти кисти, которые надо нам для рисовки-то. Залазь сюда и бери. А что ты как-то... Залезь туда, ну. Коты мешают, коты, свои види нафиг. Юла, блин, волчок, или как тебе там? Ммм, грустный кот. Я тоже грустный, потому что не могу забрать тут мелок. Или что вот это за бред? Ну, что-то не берется ни хера. Ну, это желтый мелок, да? Тут по любасу надо по игрушкам-то идти, ну. Вот я иду по игрушкам, правильно? Забираюсь на самый-самый-самый верх. И теперь тут... Да как забрать-то, а? Явно, что там он, видишь, какие-то черные тона. Это то, что нам надо взять. А почему она забирать-то не хочет? Как тут встать нормально, чтобы можно было забрать кот? Этот кот грустный, этот кот улыбается. Наверное, связь между котами. Этот кот похуист. Этот кот непонятно отвернулся. Он же картин это наша. Блин, а как забрать-то, ну? Тут явно что-то надо замутить сначала, прежде чем забирать. Мне так почему-то кажется. Тут что-то надо задеть, что-то надо поддеть, что-то надо, короче, посмотреть. Фиг его знает что. Что коты мешают тут вообще не пройти. Слышь, у папаши мешали крысы, у дочери мешают коты. Офигеть просто. Всем что-то мешает. И шкаф меня тут загородил. Я не могу пройти, посмотри, тут шкаф реально загородил. И нам только, кроме как сюда, больше идти-то некуда, собственно. Если мы заберем вот эту фиговину, что-то туда случится. Тогда мы по-любому как-то вот сюда выберемся. Выйдем. А, ну погоди. Может, этот мячик катить надо? Смотри, мячик надо катить. Полюбасу идти, говорю. Хорош, коты, расслабьтесь. Все нормально. Блядь, идите не царапаться. Э! Вискоса не получите. Тихо-тихо, не хныкать. Они меня поцарапали. Больно. А, суки, коты больно царапаются, гады. Девочку царапают. Сейчас мне переперекинь, там у меня сзади куча котов. Коты, скоты. Ой, я достала, меня достала. Папа будет мне гордиться. Забирай эту херню и пошел нахуй твой папа. Давай, все. О! Что это за... Ну, здоров. Тоже приятно познакомиться. Но я маленькая, я еще с такими дядями большими не знакомлюсь. Я еще девочка совсем. Ты что, дядя большой? Раскатал губу. Закатай обратно. Как откатал, так и закатай. Так, нам поход сюда. Фух, наконец-то достала краски. Папаня, на! Сейчас намажу тебе мазни. Во, видишь? Видишь? Все, что мы принимаем за данность, в конце концов, оказывается хрупким и недолговечным. Человек приходит и уходит, а природа остается. Кстати, сдается мне нашему гордому жеребцу, эта погода не по душе. Давай сделаем мир чуть светлее. Да, блядь, ты заебал своим жеребцом светлее делать. Папаня, ты что, офигел, что ли? Какой ужасный? Нахер! Хорош гавкать! Косточку не получишь. То есть, вроде, какой-то сраного жеребца мне снова идти и жопу рвать за такими кисточками, да? За красками, что ли? Это нихера не светлее, надо желтой краски. Походу, я уже по кругу хожу, да? Жеребец какой-то губу раскатал, типа, погоду хочу светлую. А больше ты нихера не хочешь, собака, отъебись. Что-то там брызкает и ищет. Вот те светлые тона, смотри, я забрал. Сейчас я тебе розовую погоду херну... Подожди, если розовую точно надо, может, все-таки не то? Может, таки желтую? Типа, солнце, все дела. Ну, а розовое солнце тоже может быть, а что бы и нет? Подожди, я к чему не могу попасть туда? А, господи, я кругами ходил. Нет, влажная тряпка нам ни к чему. Мяхомуха, папаша, иди сам краски ищи, какого хера я должна искать все время? Я уже жрать хочу, уже обед, обеденный перерыв должен быть у ребенка. Маленьким детям, чтобы расти, знаешь, как надо жрать? Не, он, мам, как же уже зовет хавать, а ты, блядь, со своими красками тут заебал. Че там стукаешь еще? Так, походу, мы не в ту сторону идем, нам надо, наверное, туда, где собака ходила. Как всегда, понимаешь, там, где собака, там и выход, по-любому. Там и краски все, вот желтые тона. Все, нам надо сюда. Иди ты в очко. Забрала. Все, пошла, 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 пока собака не пришла. Пошла, 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 пока собака не пришла. Давай, 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 дитё, 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 давай, давай, давай. Как отсюда нам выйти-то? В огонь, что ли? О, смотри, прикинь, в огонь надо было идти. Какие правые мы были, надо было в огонь ступить. Смотри, в огонь и в воду за этими сраными красками. На, типа, паня. Правильно. Солнце согревает землю своими лучами. Становится теплее, еще отеплее, наконец. Чудесно, правда? Да, это больше похоже на трагедию, но красивая трагедия всяко лучше, ничем не примечательного существования. Наверное. Трагедия. Ты трагедия, папик! Думаю, по-своему он желал мне добра. Такая наивная, что прям пиздец. Он хотел, чтобы я превзошла своего учителя. Надеялся, что когда-нибудь я добьюсь успеха там, где его постигла неудача. Смогу избежать его ошибок. Видит Бог, он их совершил немало. Видит Бог. Это что за херня? О, слышь, можно развешивать. Дочка, папа, типа, слышь, папа всегда был злым таким, типа, дочка. Не нравилось, что папа ее учит. Деревья какие-то фиг знает. И вон там кто-то одинокий. Конечно, с таким отцом она такие картины могла только рисовать. Еще что-то поразвешивали, видишь. Надо еще такие раз, два, три, четыре штуки повесить. Что у нас тут? Тут ничего. Тут особо тоже ничего. Так, а я это, получается, в кабинете отца, да? Там, где он обычно картины своим калякал. Краска разлитая, смотри. Красная. Сифрина. Флоресцентная краска, походу, да? О, тут папа не коллекционировал всякие свои эти. Части тела мамки. Пока себя не сжег. Так, так, походу, все, да? Теперь надо мне когда-то херачить. Опять, что ли, с кабинета, да? Все картины знакомые. Вон, снова орел. Ребенок и жопа. Пошли в подвал. В подвале, по-любасу, что-то будет еще. Там тоже какие-то свои штуки, блядь. Иди тихо. Что у нас тут в подвале? Как-то все подозрительно. Там что-то светится. Слышь, а кто это зажег? Тут же никого не было-то. Опять воспоминание пошло. Это мамка играла тут в подвале, слышь. Нет, там было не так. Может быть... Мама? Нет. Неправильно. Я говорил тебе не совать сюда. Слышь, а ты что, не в своем доме живу? Туда не ходи, сюда не ходи. Даже не могу посмотреть, как мама играет. Ты что, борзил что ли, папик? Три, мама была не раз... Это недовольная, расстроенная всегда была. Дочка на каталке, походу, мамка была. Дочка что-то играть пыталась. Короче, папик всех зашугал. Слышь, семью свою зашугал. Офигеть, совсем с ума сошел мужик. А, это пусть все, это подвал, это все, что мы тут нашли, да, получается? Больше тут нечего искать. Пошли тогда повесим эту картину. Каляку эту туда. Ну, в кабинет отца, там, где он рисовал. В мастерскую. А потом пойдем дальше. Еще. Давай. Сюда. Еще три штуки осталось. Еще нам осталось три штуки. Скорее всего, куда-то в толкан пошли. Мухи летают. Фу, крыса. Натюрморт. А, натюрморт. Нифига себе, натюрморт. Такие натюрморты я манал. Что-то, блин, обосрался кто-то. Хавайи. Хавайи, зачем дожидаться преисподней? Ты заслуживаешь ее прямо сейчас. То есть, типа, в Гавайях все вешаются? Ну и вон, нафиг такие Гавайи. Я в Гавайи никогда больше не поеду. Так. Тут больше нету, в туалете только Гавайи. Тут кухня, походу. Мы на кухне уже были, тут все вроде как... Нашли то, что надо было, да? Значит, нам, скорее всего, остается верхний этаж. А тут, подожди, тут еще что-то есть, вот здесь. Кладовая, типа. О! Типа, сижу в куче мышеловок. Нифига себе, дочку подвергал опасность из-за этих странных своих мышеловок. Алло! Здесь царит хаос. Так реально царит. Я вас слышу. Я иду, мелкие, мохнатые ублюдки. На этот раз вам не уйти. Ой, бляха. Что, черт возьми, тут делаешь? Убирайся отсюда, зу... Опять, мать твою, убирайся отсюда. Какого хера везде убирайся? Сюда пришла убирайся. Туда, блядь, пришла убирайся, зука. Папаша ты, мать твою. Тиран какой-то. С таким отцом разве можно жить? Вот с таким, блядь, тираном, как не знаю. Урода, кусок. А это еще, говорит, он мне хотел всякого добра. С этой вещью что-то не так. С какой вещью? С пианино? А где тут пианино? Тут раньше стояла пианино, я помню. Что у нас тут? О, опять крыса, смотри. Крыса, ложь, 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 ложь. Ложь, 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 все ложь. Надеюсь, этот пес не там, где я думаю, для его же блага. То пес. Эй, пес. Еще, потрогать нельзя. Убирайся отсюда. Я же говорил, тебе не баловать эту чертову шапку. Папик, какой ты занудный-то был. Как из тобой ужилась-то, я не знаю, вообще не пойму. Ей надо было давным-давно с дома линять. С таким папаней-то чертовым. Так, куда, 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 подожди. Оттуда я пришел. Пошли пока сюда, посмотрим, что у нас тут. Как это там... Спальня, походу, да? Спальня Радихонов. Я не понимаю, что бы это тут стояло. А, не помню, что бы это тут стояло. Как стояло? Я тебя слышу, пожалуйста, помоги мне. Больно. Мне так больно. Я больше не могу выносить эту боль. А кто, кто не может? Я тебе музыку поставлю, расслабишься. Да, спасибо. Музыка противоболи-юбающая. Как приятно осознавать, что в этом мире еще существует красота. Понятно, если кому-то больно и нечем помочь, просто найди граммофон, грубим узон, и сразу все пройдет. Тут должна быть какая-то картина, мне кажется. Снова какой-то рисунок детский, который мы повесим на... У нас в папанином кабинете. Вот. Смотри, мамка лежала, типа ей было больно, папаша кричал, разрывался, мы плакали, в шкафу сидели, офигеть. И все это девушка рисовала, типа девочка, еще малая была. Капец какой. Как папа тиранил-то всю семью? Это же просто вообще. Уже, наверное, они бы с мамкой давным-давно бы могли бы объединиться, его задушить где-нибудь во сне, зарубать, и никто бы их за это не осудил, не посадил бы. Такой чокнутый художник был. Как у него какие-то картины не получались, так сразу виноваты... Семья виновата. Смотри, в дверь сотрела. Что там за дверью? Ага, хер откроем. Тогда пошли к отцу в кабинет, да? Ну там этот чувак с птичьей рожей, который мы потом узнали, что это, оказывается, это мальчик, портрет мальчика. Эй, мальчик! Опа! Это что я тут делаю сейчас? Она ползает на карачки еще, маленькая. Ай-гу, ай-гу, я ухожу в туалет. Папа, я писать хочу. Папа! Папа! Папа, куда писать? В шкаф? Ой, я хочу в шкаф подписать. Я залезу и написываю сюда, ладно? Папа, все, я закрываюсь. Папа! Ой, я приебала себе палец! Папа! Сейчас уписываюсь! Ой, сюда пошла. Папа, блядь! Папа, книжками не кидай! Папа, открывай! Папа, где туалет? А, привет. О, давай. Подходи, не бойся. Оно не кусается, вот. Попробуй сама. Кого? Где? Кто? А кто со мной разговаривает? Мамка, ты? Кто тут не кусается, блядь, я не пойму. Пианино не кусается? А играть надо, да? Ноты. Хорош, давай играть. Нет-нет, немножко не так. А как надо? Я ноты не понимаю. Все равно они там. А где то-то, да? О, давай, ебну, сто грамм и потом соиграю как надо. По нотам. Все, мамка, я отвечаю. Э! Хватит бренчать на этом пианино! Хочу и бренчу, нахуй, моя комната! Сам не рисуй лучше. Я что, не ясно выражаюсь? Нет, ты нормальный, слышь? Радихон. Знаешь что, у меня есть идея. Неси-ка сюда свои мелки. О, мамка вот всегда была на моей стороне. Я рисовала мелками розовое пони вместе с мамой. Все было хорошо, все было классно. А батя вечно меня понукал, типа, мол, не бренчи, пошла ты в жопу. Если не можешь делать правильно, лучше вообще не делай! Пошел ты в жопу, слышь, я тебя слушаться должна. Нихера себе, папик. Хорошо, хорошо, все, я не бренчу, больше не надо разваливать дом. Где потом жить будем? Это ты, папаня? Твой портрет? Сука, плюнуть надо на тебя. Что такое был тиран? Что тут делать дальше? Я же туалет искала, как пописать? Мама. О, я залезу сюда и написываю, можно? Залазь, все, залазь, залазь. Залазь. Не хочет. В камин залезу, камин потушили. Не залезу, там уже смысла залезать туда нет. А куда лезть-то, слышь? Может, надо отсюда теперь убираться, да? О, пошли назад. Куда мы лезем-то? А, бля, езжи, ты... Собак позаводили, значит, папик собаку кормил, собаку лелеял, собаку любил, а дочку вот так вот ругал и материл постоянно. Пошел ты в жопу, папик. А что, тут тупик, что ли, да? А, тут дверь. Я просто не слишком маленькая, чтобы ее открывать нормально. Собака меня съест скоро. И он вообще заводил собаку и не боялся, что собака его дочь сожрет. Какая тут бешеная собака, такая самая бешеная, как отец. Они друг друга просто стоят. Конечно, мамка с ума сошла, если отец трахал собаку, скорее всего. А с мамкой больше уже не спал. Ругал только ее, что она на пенино играет, а мне ему не нравится, мол, все такое. А собаку только лелеял. Урод. Тут любой заревнует. Пошли отсюда. О! Что за странные символы на стене? И мамка моя, походу, портрет, да? Походу, портрет мамки. Ээээ, так. Что тут за фигня? Пианино что-то в каких-то иероглифах. Тут все ноты, смотри, это ноты. Это, скорее всего, комната мамки. Куча нот везде. Только что тут должно случиться? Что мне надо вспомнить? Мне явно что-то всякое надо вспомнить. Привет, мамуль. А, тут типа просто надо пройти, да? А тут две двери, куда идти? Лево-право. Выбираем налево. Девочка уже с этих лет училась ходить налево. Так, пошли. О! Это моя игрушечная кукла! Стой, куда же ты? Нам, походу, все, надо ее догнать, надо обогнать! Кукла, стоять! Блин, дверь открывается так, чтобы в лоб вхерачить. Крестик. Крестик-то? Походу, тут тупики какие-то уже. Эээ. Короче, что-то непонятно. Ладно, пошли тогда сюда. Пошли в нолик. Чего? Тупик, дверь. А, типа нельзя? То есть, нам сказано, типа, иди сюда, девочка. Ну, вот я тут. А куда идти-то тут? Хер бы вас знал. Тут двери хоть есть? А, вот же дверь, господи. Вечно просто потому, что ручка у нас над головой, мы же маленькие. Вау, 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 смотрите, ко мне. Это мой пацанчик, которого ни хера себе пацанчик. Я вся в отца, походу, была. О, злой, страшный серый волк. Не могу это сделать для тебя. Или без тебя. Мы, короче, нашего мальчика, который в нас влюбился, нахер взорвали. Охереть. Вот так вот. Отец мамку уничтожал, а мы своих любовников. Бляха, куда ты мне в табло? Какая тут дверь обмалеванная, да? Что-то все так крутится, непонятно. Что, стены сужаются? Стены сужаются, алло. Или нет? Хер бы его знал. Что делать? О, господи, тут все горит. Она, походу, вспоминает пожар. Давай, вспоминаю, сейчас еще упадет на меня люстра, как обычно, да? Как бывает. Опа, куда ты? О, лошадка! Эй, пья лошадку хотела, куда? Паровозик. Опять! Сколько раз я просил тебя убирать это дерьмо из коридора? А, ну конечно, слезы. В этом доме это универсальное решение всех проблем. В этом доме ты универсальный уебок, папа. Куда тут мне идти? Блин, нифига не понимаю уж. Ты сюда. Оп. Открывай. Да, открывай, пошли. Хорош. Че у нас тут? Опа. Че-то лицо было. Может, то мамка, может, еще кто-то. Другой. О, паровозик мой, смотри. Еще новый какой-то. Вот чем плохо, чем плохо, что ребенок занимается, не знаю, развлечениями, игрушки играет. Понаставлял, говорит, ходить негде. Урода кусок. Дочка играть хочет, а он не разрешает. Только орет и ругается. Офигеть, ребенку развиваться мешает. Как так? Как же жить невозможно-то? С такой-то тиранией. Как тут нормально жить с таким отцом? Ну серьезно, у кого такой отец, это я вот не завидую. А там был, походу, ход наверх и тут на низ. Сыр? Или что это? Нет, что-то мы собрали какую-то... Похоже на ногу, хвост, живот. Может, это пони какой-то, нет? Хер бы его знал. Тут, короче, многоходовочка такая идет. Что-то мы сползаем вниз. В нашу колыбельную... Подожди, в нашу комнату... В колыбельку идем, походу, да? Я так понимаю. А нет. Камин, что-то тут. Снова подвал. Картина мамки, смотри. Что там такое? А что, слышу, ее можно взять, и нифига не происходит. Мячик. Может, его погонять надо, или фиг знает. Походу, картину надо как-то уронить. Надо что-то не ронять. О! Это еще взяли что-то. Часть лица. Ой, бляхать, хорош. Ладно, теперь нам, получается, скорее всего, надо бы найти сюда, вниз опять. Пошли вниз. Пошли вниз, пошли вниз. Внизу у нас что? Пока ничего такого не вижу. глобус с катаной в нем. Попалят совсем в край уже, долбанутый. Погож там, что там палят. О, 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 поймай, поймай, поймай. Лови, лови, лови. Лови, дитя, лови. Эй, эй! О, блин, я хотел взять-то, ну. А что теперь делать? Ты за Китана из Mortal Kombat? Опа. Смотри, сейчас что-то будет. Хорош. О! Видал? Хе-хе-е! Смотри, все новые, новые какие-то рисунки. Женщин. То ли то мамаша наша, то ли хер его знает кто. Ну, что-то подпираем, что-то собираем. Ладно, поехали дальше. Что-то это какое-то самое длинное воспоминание, слышь? Что лазим, ползаем, фиг знает, куда идем, тут куда нам надо. Там подвал, тут фиг. Что-то посмотрим сейчас. Ого, бабайка! А, рука. На. Дай пятюню. Я маленькая девочка, пятюню умею не давать, хотел сказать. Пятюню давать не умею. Так, 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 так. Э, а куда теперь? Сюда. О, девочка и собака. Так мы такие дружили? А что ж тогда она меня пугает вечно, гавкая тут лазит, не знаю. Странный какой-то пес, если честно. Так а дальше куда-то, собственно, я что-то не пойму. Вот так мы пришли, получается, да? Тут у нас какой-то шкафчик стоял. За шкафчик, если пойти, там ни хера нет. Тут тоже ни херища нет. Шкафчик можно как бы открыть, но там... Особо ничего я не найду. Это, походу, тупик, ребятки. Тут какие-то ящики лежат. Вот все, картину мы нашли про собаку, да? То есть, получается, тут только уже ящики. Тут нам, походу, скорее всего, надо идти назад. Там, где была дверь, снова ее открывать и выбираться отсюда. Короче, нам, скорее всего, надо по этому дому лазить и собирать какие-то пазлы, что-то открывать. Я так понимаю, чтобы с этого воспоминания убраться, выйти, нам нужно открывать что-то там, собирать всякие вот эти фотки, картинки, рисунки женщин, что-то какие-то, фиг знает, предметы непонятные. Вот, только потом мы сможем отсюда выбраться. Ладно. Коли так, давайте попытаемся еще раз подняться туда. Я там, помню, еще был ход, по-моему, наверх, в самом начале этой локации. Что-то там было. А, подожди, тут закрыто уже, да? Нет, открыто. Значит, нас пускают, нам разрешают гулять тут. По всей этой комнате, фиг знает. Тут все в дыму. Тут, скорее всего, папаня начал все палить. Генеральную уборку начал, блин. А тут, походу, как-то не пройти никуда. О! Эй, принцесса, не надо меня так пугать. Особенно, когда я работаю. Что ты думаешь? Что скажешь? О, тебе нравится? Это сделает один из других. Что? Переводите, давайте. А, то есть, это мы собрали, да? А, вот дверь появилась сразу. Открывай. О, красная ваза. Помнишь, такая же была точно еще, когда отец ходил по своим галлюцинациям. Ключ, ключ, явно тут ключ. В этой вазе был. А, ищуя. Сообразительный, та. Смотри, сейчас откроем эту штуку. Открывай. Открывай, говорю, ты че? Ох, нифига себе. Крысы, собаки, лисица, дохлые. Солнце светит на это все говно. Ужас, что это тут по-нарисовывали? А, че это такой за олень? Мухи, фу. Целая ровная мух. Походу, девочка уже давным-давно обосралась, потому мухи на нее летят. Конечно, столько по комнате лазить не найти туалета. Любой бы, наверное, обосрался. Так, куда мы пришли-то? Опять какой-то коридор. Все в дыму, ни херища не видно. Давай сюда хоть выйдем. Открывай, давай. Опять что-то знакомая какая-то комната. Там, где, скорее всего, мамаша играла на пианино или фиг знает. Ну, че-то мы тут уже были. Тут уже, во-первых, были. Во-вторых, мы-то дошли в ту дверь, походу. А сейчас пойдем вот в эту дверь. Какой-то зал. Какая-то тоже дверь. О, даже так. А, кукла горит. Слышите, сюда. Там девичник у нас устраивает. Вечеринка, пошли. Тебя только не хватает. Окей. Как туда залезть? А, вот так, и потом вот так. Ни хер срать. Торт! С днём рождения, милая. С днём рождения, милая. С днём рождения, жри скорее. Тот твой, сука, готов. Все, пошел дальше. Это я вспоминаю свой день рождения, наверное, да? Яблоки! Опрокидывай корзину нахер. Подожди, а что нельзя прокинуть? А, надо вот эту штуку подтянуть сюда, и потом мы пойдём сюда. Хорош. Девочка меня манит, смотри. Манит, манит, зовёт. Куда ты меня зовёшь? А если я туда не хочу? Ну так давай по этой херне лезь. Или нам куда-то уже не туда. Блин, отвлекай-то до конца, ну. Вот, мячик. Надо было мячик достать, смотри. А куда тебе? Епическая сила. А что дальше? Что теперь падать, что ли, вниз? А, теперь надо вот так вот по ящикам лезть. Понял. Теперь по лестнице лезть. Эй, привет, чувиха, я пришёл на пир. Торт, 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 ещё один торт. Дорогая, выйди. Она же ждёт нас. Она ждёт нас. Ещё какой-то херовый торт. Не вынуждай меня делать это в одиночку. Нет, я не хочу, чтобы она меня видела такой. Извини, но я просто не могу. Короче, видимо, с мамашей что-то уже случилось. Она, видимо, была уже некрасивая. Папа, типа, говорит, у дочки Денька, иди, выйдите, поздравь. Мам, мамка, эй, мамка говорит, нет. У меня уже харя не та. Не по параметрам, блядь. Так, а чё дальше теперь? Теперь снова отсюда, да? Ну, отсюда так отсюда пошли. Я знаю, что туда, я знаю, что туда, что никуда. Так, нам, скорее всего, вот так вот. Теперь надо как-то сюда прыгнуть. Тут надо балку было, наверное, нам вот так вот опустить. И теперь от торта, от торта, короче, на эту балку залезть. Эээ, аккуратно. Все, шли, пошли, пошли, пошли. Бляха, муха, хорош. Задолбали уже ребенка в доску. Давай, давай, тихонько. Слышь, хорош махать рукой, размахалась там. Я знаю, что мне сюда. Зачем ты это сделала? И что мне теперь делать? Я не могу это сделать без тебя. Я не могу это сделать без тебя. А, типа, жена себя убила, наверное, уже все. А у тебя еще дочка есть, ты что, дурак? С дочкой сделай. Ну, что ты там не можешь делать без жены? А, ну, с дочкой нельзя, потому что инцест получится. Ну, ты всяко можешь, не знаю, разговаривать. Рисовать ее, учить. Только не кричи на нее, ради бога. Потому что ты тогда основе себя вообще не самым образцовым отцом. Вот просто честно. Опа, серый волк, значит, нам точно туда. Я люблю неприятности. Пошли. О, диван. Эй, я хотел на диван посидеть. Да ты что? Да куда? Дайте сесть ребенку. Эй, привет, подруга. Как нам на диван присесть? И что, куда опять? Подруга, куда без меня? Собака за тобой сзади. Сейчас на твою жопу покусится. Аккуратно, девичник без меня. Куда же вы убегаете-то? Собака, схавай ее, она предательница нахер. Она меня подставила. Эээ, только не меня, меня хавать не надо. Эээ, убери ты меня от этого пса. Уберите нахер. О, привет. Ай, блядь, идите в жопу. Привет, говорю. Ну и что себе, пес? Что случилось? О, нет, только не это. Дорогая, мне нужна твоя помощь. Не нужна мое лекарство. Пожалуйста, мне так больно. Почему ты не хочешь мне помочь? За что ты так наказываешь меня? В чем бы ни заключалась моя вина, я прошу обращения. Мамка, а тебе разрешали принимать это лекарство вообще? Доктор это прописал тебе или это ты где-то у кого-то на черном рынке скупила? Я же твое здоровье берегу, мамка. Потому не разрешаю, потому что мало чего ты вся запихнешь. Куда идти? О, фикус. Или что это? Короче, лекарства мы что-то не дали, не захотели, пошли дальше. Хорош, нам это воспоминание. Уже когда оно закончится, уже серию пора заканчивать. Что-то я чувствую, что у нас будет очень длинная серия. И вообще односерийное будет это все дополнение. Я так смотрю, оно просто маленькое. Думаю, что сейчас мы его... Если мы сейчас его оборвем и закончим... Эй, нифига себе, Каспер, смотри. Я сейчас закончу, а потом вторая серия получится минут на 10. Так что я думаю, лучше, наверное, его добить, да и все. Что-то сюда нам вообще не знаю, что-то там ничего нет. Наверное, сюда, да? По кубикам? Кто там ляпает? Сейчас кому-то поляпаю. О, нам сюда. Здрасте. О, опять фикус. Мау. Котик, приветик! Здрасте, котик, а что за тобой такое? Хвостик? У тебя хвостика нету и колесика какого-то одного нету, да? Котик, ты какой-то весь неполноценный. Где твое колесико? Сейчас найдем. Сейчас тебе прихерачим твое колесико обратно. Слышь, ну, наверное, надо по столу лезть. За колесиком гребаным. Капец. Все ради этого котика, который даже не котик, а просто робот какой-то. Тихо, 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 тихо. А там он мед стоит. Я мед люблю, я сладкоежка. Дайте мне медика покушать. А, там колесико что-то? Колесиком закрывали банку, что ли? Офигеть. Совсем, что ли, борзанулись. О, там рисунок есть. Падай. Так, чего ты так-то? Нормально все. О, папа, мама, я дружная семья. Вот так и должно было быть. А то капец. Отец орет. Мамаша что-то рисовать не хочет. Ээээ, тихо, аккуратно. Ставь. Цэк, оно не похоже на те колеса. Это красное, это какое-то коричневое нахер. Хотя это протез, кот. Пойдет. А то слишком губу раскатал. Че, не нравится тебе? Говорит, не нравится. Облезешь, кот. Это протез вообще-то. Протез не должен быть похож на настоящую руку, ногу и все такое. Так, где я тебе найду? Нормальное, блин. Блях, опять разъебало себе лоб только. Из-за кота все. Подожди, пошли туда, наверное, вперед. Может, там что-то, какой-то протез найдем. Сука. А нас возвращают к коту. Кот, говорит. Сука, заебало. И дай мне протез. Только красный, как у меня. Смотри, не хотят нас отпускать. Че, куда? Че-то меня еще прихерачивали об пол, по-моему, да? Нас опол прихерачили. И кот говорит. Нихера себе ты оборзела. Дай мне протез. Где я тебе его дам? А реально, где коту протез-то найти? Кот. Че мы с тобой будем делать? Как с тобой будем решать проблему-то нашу, а? Тут протеза нет? Тут нет. Может, нам надо было как-то сюда на эту полку перелезть. Такие, может, там на той полке что-то найдем? Потому что что-то мне кажется, что... Подожди, там ничего такого нету. Там нету. Ладно, пошли тогда на эту полку. Уже по той дощечке перелезем. Потом посмотрим, что будет. Может, там он откуда-то выпадет? Вот, мы на полке, да? Теперь тут... А, шестеренку надо было взять, чтобы кот двигался. То есть, ну, как бы, не такая же, как бы, красная фиговина, как у них там руки-ноги. Но, зато двигаться будешь, чувак. Улыбайся давай. Всяко тебе пойдет. Видишь, механизированный кот. Ты что, ебанулся, кот? Ты офигел совсем, что ли? Это не нравится тебе тоже? А как я тебя... Где я тебя найду? Ты что, совсем соображаешь, дурак-то? Где-то я найду нормальный протез. И главное, выйтишь. А выйти я могу отсюда, чтобы поискать? Ага, нас закрыли. Нам надо в этой комнате что-то искать. Хер его знает, где его искать. Я уже все, что мог, нашел. Нет у меня протеза, кот. Охереть. Просто кот вообще просто... Сам иди поищи. У тебя же три ноги. Ни одна. Даже если бы у тебя ног не было, мог бы просто покатиться, поискать. А так у тебя три ноги, целых, чувак. Это много. Ты можешь нормально просто выйти, прошвырнуться по комнате, полазить, попрыгать всяко. И найти себе свой сраный протез. Чего я должен этим заниматься-то, а? Смотри, смотри, смотри. Вон он, вон он, сука, протез. Да как его достать-то? А как я его тебе достану, кот? Как туда наверх забраться? Я ж хер заберусь. Даже если я на ту полку залезу, то я все равно не заберусь наверх. Что-то как-то надо, короче, подожди. Тут где-то как-то надо что-то расшатать. Чтобы что-то упало. Фиг его знает. Наши дальше туда не пропустят, пока мы не достанем протез. Давай искать способ. Да куда ты херачишься опять-то? Ну куда ты? Слышь, какой кот борзый, да протезу хочет. Так то даже будет не протез, то будет уже его настоящая, типа, культяпка. Может, эта картина нам поможет? Может, что-то надо с картиной провернуть? А ну слезь сюда. А ну на подушку залезь. И вот так вот залезь. И теперь тяни. Не тянет, пока не тянет. Тихо, тихо, тихо. Что-то как-то надо... О! Сдвигай. Хорош. Эй, 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 блядь! Шкаф, сука. Я уж думал, сейчас нас прихерачит шкаф. Кот, из-за тебя, сраный ты в рот, на! Все? Эй! Что, лыбится ты, мудак ушатый? Иди туда! Какой ты идешь-то? Пропускай меня давай. А типа, кот мне взамен покажет дорогу, да? Эй, говорит кот. Я тебя ненавижу. Да, кот, слышь, я тебя ненавижу. Что? Что, опять нельзя? А что нас не пускают-то? Кот, а иди разберись, я не понял. Что нас не пускают? А, надо, наверное, до конца все дослушать. Ну, пошли, дослушаем. Шо такое? Иди туда уж, давай. Что ты смотришь на меня? Ну? Надо, походу, за котом идти. Да что опять такое, я что... А что такое? Кот пошел, короче. Я пошел за котом и хер, меня опять вернули сюда. Ниглядский кот пошел опять. Ну, давай уже, иди. Сейчас этим колесом-то идти в въебальник кину. Типа, когда кот пересекает черту, что ли, надо тогда... Или хер его знает. Или надо нам вместе с ним рядом держаться от него, сильно не отходить. Хер его знает, если я сам пойду. Возвращают обратно. Снова возвращают. Короче, нам надо, походу, держаться сразу сзади за котом. То есть, когда кот идет, надо, короче, быстро за ним сзади держаться. Согибал кот. Пошли уже, ну. Ну, давай, веди меня, куда там нам надо-то. Ну, давай, буду за тобой прямо. А видишь, вокруг кота какой-то свет. Нам надо, получается, в этом свете держаться, иначе, если будет тьма, нас отсюда выкинут. Я тебя ненавижу. Хорошо, что ты еще способен хоть на какие-то чувства? Я смотрю на тебя, и вижу пустое место. Я ненавижу той юной красотки, которую я когда-то полюбил. Не вижу матери своего ребенка. Не вижу даже того злобного чудовища, которое ты себе строила. Ты просто ничтожество. Я смотрю на тебя, и ничего не чувствую. И это меня по-настоящему пугает. Короче, тот Паша вообще сбрендивал. Забыл упомянуть о том, насколько я уродлива. Давай же, ведь ты хочешь это сказать. Говорит мамаша. Тихо. Боже, только не начинай опять. Кот, скорее уже пропускай. Я знаю, что тебе отвратительно, признайся. Ты права, ты мне отвратительна. Но твоя внешность тут ни при чем. О, дверь. Мне противно то, что ты с собой сделала. То, насколько превзошедшая тебя, что-то там сменила, изменила, хер знает. О, кот, смотри, там вон твои друзья. Иди играй с ними, а я пошел в дверь. Кот меня, слышь, привел. О, стри, пошел играться. Тоже радостные коты. Конечно, у них же протеза нет. Смотри, котята, пошли за своей мамкой. Что у нас тут? О, прикол. Что? О, да нет, милая. Все в порядке. Мне просто соринка попала в глаз. Вот и все. Ага. Будь хорошей девочкой, ложись спать. Папа работает. Не нужно его беспокоить. Мы не можем его уничтожить. Видишь? Маме нужно спуститься и принять в ванну. Вот, она пошла в ванну и там себе перерезала вены. Я люблю тебя, говорит мама. И пошла потом. Да, блядь, если ты любишь, какого хера ты ради ребенка не жила, сука? Пошла себе в вену и скрыла. Нормально? Она была не просто его женой. В первую очередь она была его музой. Ее красота и талант были для отца источником вдохновения. После пожара она стала обузой. Отвратительным и визгливым чудовищем, прикованным к постели. Якорем, который тянул его на дно. Короче, все стало на свои места. Слышь, вот реально неплохо то, что сделали это дополнение. То, что оно объясняет немножко историю всю. Что был, собственно, пожар. Мамаша, типа, обожглась дохерища, там, прожглась ей кожу. Стала уродливой, стала инвалидкой. Тупо лежала в постели, ни хера больше не делала. Отца это бесило. Он ее постоянно понукал, ругал. Типа, ребенок все это видел. Ребенка отдали на усыновление, на удочерение, куда-то, короче, в другую семью. И эти все, короче, потом по пизде пошло. И все спалилось нахер к чертям. Ну и как то, что мы видели, собственно, в сюжете оригинальной игры. Завещание. Я такой-то, такой-то пидорас, цепляясь за остатки здравого смысла, составил настоящее завещание. Я объявляю все мои предыдущие завещания столь же бесполезными и ничего не стоящими, как та шелуха, которая называет себя моими друзьями и коллегами. Своему агенту Томасу Колдвеллу я завещаю от тех адских грызунов, которые поселились в моем доме. И надеюсь, что они будут неустанно грызть его плоти, выпьют его кровь досуха. Так же, как он поступил со мной. Своему издателю Лиму Брэкстауну я оставляю пламя, посожравшее любовь всей моей жизни, в надежде, что огонь сожрет его вместе с гнусной шлюхой и взглием ублюдком, которых он называет своей семьей. Своему адвокату Джеймсу Джерому Седлеру я завещаю болезни, источившие мой разум и душу, чтобы он почувствовал себя таким же пустым и бесполезным, каким он был для меня. Всем остальным паразитам, ползущим на свет из-под панелей дома, я не завещаю ничего, к черту их всех. Наконец, своей любимой дочери, такой-то, такой-то, я оставляю все свое земное имущество. Чего бы это имущество не стоило, я надеюсь, что оно поможет тебе раскрыть свой настоящий потенциал. Однако, последний, самый ценный дар я передать тебе не могу, тебе придется найти его со мной. Я верю в тебя и всегда верил. О, так слышь, папик так и меня любил, нормально. Отдал тупо все своей дочери, то есть она приехала, получается, сюда за завещанием. Типа найти и удостовериться, что все-таки папаня питал к ней. Теплые, заботливые, отцовские чувства. Так, что это такое? Хенри Марвин МД. А что мне придется-то самой найти? Сейчас, походу, надо пойти вставить тот рисунок еще в этот, в мастерскую отца. На стену прикрепить. Но потом уже находить. Что находить, не знаю. Пошли в мастерскую. Подожди, а это что такое? Это что же какая-то комната? Ага, видишь? Какая-то картина расплывчатая вся. Что у нас здесь за воспоминания? Опа. Ладно, дорогая моя. Продолжим? Вот так. Что бы ни случилось, смотри на меня и слушай. А если не захочу? Ага. Так, на чем мы остановились? Ах, да. Принцесса оказалась одна в темноте. Но что-то ей подсказывало, что где-то рядом рыщет злая ведьма. Когда глаза принцессы свыклись с темнотой, она уловила краем глаза какие-то движения. Эй. Ну, слушай, слушай тебя. Но она боялась пошевельнуться, зная, что это ее погубит. Но она боялась пошевельнуться, зная, что это ее погубит. Но она боялась, блядь, это уже кто-то сам. Да что такое? Принцесса услышала жуткое рычание. Ведьма спустилась в цепи своего чудовищного пса. Ну, давай, рассказывай уже, ну. Ведьма спустилась в цепи своего чудовищного пса. Монстр принюхивался, его настороженные уши ловили малейший звук. Принцесса не шевелилась, и пес прошел мимо. Воздух был неподвижен, принцесса облегченно вздохнула. На мгновение ей показалось, что самое страшное уже позади. Да, у него игрушки летают, вот самое страшное. Но она понимала, что до конца еще далеко. Опасность притаилась где-то рядом, стоило лишь шевельнуться, и все пропало. Отцепенев от ужаса, принцесса продолжала смотреть прямо перед собой. Ты хорош! Опасность притаилась неподалеку. Отцепенев от ужаса, принцесса продолжала смотреть прямо перед собой. Внезапно она услышала жуткий смех. Это была злая ведьма. Ага. Эта гнусная карга ненавидел и красоту, и невинность, ибо сама была лишена этих чувств. Старуха была совсем близко, но наша героиня не осмеливалась повернуть голову. Принцесса смотрела прямо перед собой, чтобы не попасть под действие ведьминых чар. Ну-ну. Она почти уже ощущала ледяное прикосновение ведьмы к своей шее. Пошла ты в жопу! Принцессе хотелось убежать, но она оставалась что-то тут, смотрела, да? Перед собой. Хотелось убежать, но она собрала волю в кулак и не двинулась с места. Да хорош меня крутить! Она знала, что ведьма только этого и ждет. А потом... Озноб прошел. Принцесса увидела первые лучи света на горизонте. Солнце уже почти взошло. Уже почти рассвело. Вот такое спасение было совсем рядом. Голову прямо, наконец, готово. Торжествуя победу, принцесса стояла в лучах солнца и улыбалась. Ведь... Стоп. Тут что-то не так. Ее лицо. Почему она по-прежнему выглядит напуганной? Боже, я не хотел... Не хотел, а? Принцесса, прости меня. Ну и что, все? Опа! Он не был жестоким человеком. Просто реальность для него была лишь убогим отражением произведения искусства. Он воспринимал лишь тот мир, который видел на холсте. Ты че, я? Хм, прикольно. Подожди, а че такое теперь? Ну? Алло! Это я сейчас где? А, ну там же, да? Короче, нам теперь остается только финальный, походу, штрих сделать. Подожди, а че это такое? Какое тут достижение? Подожди, пошли сперва повесим... Все эти рисунки детские повесим в мастерскую отца. На ту стену. Мы ж там, походу, все собрали. О, как развешались, так смотри. Походу, еще можно вешать. Их, походу, даже передвигать можно. Смотри, тут два еще, двух не хватает. Нифига себе, как много мы собирали-то. Ладно, пошли пока туда, где он спалил портреты. Подожди, а если он их спалил и себя спалил с ними, то почему они там до сих пор лежат? Что-то я этого понять не могу. Это до или после вообще было всего? Что-то вообще нихера не понимаю. Ладно. Это все портреты матери, походу. Так, а чем все должно как бы закончиться? Тут есть финал какой-то логический, не знаю. Что-то мы нашли, тут фиг его знает. Подобрать ничего вроде нельзя. Хрен бы я его знал. Есть ли тут финал? Какая, слышь, бицухи показывает. Нормально. Что-то тут явно мы пропускаем. А что мы пропускаем, я не знаю. Что-то мы, короче... Тихо, тихо. А, тут дверь можно закрыть. А если ее закрыть? С этой стороны. А с этой не закрывается. Ну тут, походу, взять ничего нельзя. Тут, походу, все. Ну ладно. Считай, закрыли. Подожди, а у нас еще дверь не открывалась вот тут. А теперь открывается, видишь? Наша спальня. Я не знаю, что я ожидала найти. Прощальную записку. Завещание. Ты же нашла его завещание-то. Я нашла извинения. Высказанные на том единственном языке, которым он по-настоящему владел. В тот момент я увидела истинное лису своего отца. Человека, доведенного до безумия тоской и чувством вины. Пленника этого кошмарного дома, которым его преследовало эхо ошибок и трагедий прошлого. А я думал, там сейф будет. В этом самом доме, где нет места надежды, где ниоткуда ждать спасения. Я поняла, что мне нужно сделать. Что, себя сжечь тоже? Что, дура совсем как отец? А, ну хоть себя не сожгла нормально. А, короче, дом спалила. Я давно отказалась от попыток помять отца. Но в конце концов я нашла в себе силы, простите. Правильно. Надо быть великодушнее, все-таки. Дочь есть дочь. Вот, горит. Все дело рук нашего старого героя, отца. Все его картины пламенем покрыты, смотри. Все к чертям собачим. Все труды. И только смотри, этот пацаненок с птичьим лицом до сих пор не горит. Он какой-то странный, я не знаю, что это за картина такая, но что-то в ней есть. Он так и горит, сучка, горит. Ну и пошел он в жопу. Все, мы забрали себя. Оттуда. К себе, походу, на хату принесли. Эй, принцесса, что это у вас? Ох, это очень красиво, Смирно. Но почему она розовая? А, типа, это наша дочь или что? Рисует лошадку. Короче, понятно. Ну, вот, собственно... Вот мы прошли уже Лейс Уфир, прошли дополнение, все прошли. Ну, как бы, дополнение тоже, как бы, приоткрывает немножко завесу над семейными, собственно, дрязгами этой семейки, этого главного героя, которым мы играли все эти семь серий, которые, вот, основной игры. Вот, показано, как он обходился со своей семьей, показана именно последовательность его отношений с женой. То есть, сперва все было хорошо, потом пожар вот этот вот, который ее изуродовал, он ее потом возненавидел. Типа, потому что он же, как бы, чувак искусства, человек искусства, он хотел только красоты. Из-за этого он ее гнобил, жена стала инвалидом, жена потом себе перерезала вены, дочка это все видела, дочку усыновили, удочерили, уже который раз ошибаюсь. Вот, ну и вот, потом она вернулась, забрала картину, убежала, короче, оттуда спалила нахер всю хату и правильно, собственно, сделала. Вот, дополнение, в принципе, не страшное, только вот это был один момент скримерный, когда собака была, так особо. Ну, на семерочку, думаю, покатит, в принципе. Ну, а так, играть, думаю, обязательно тем, кому нравится Lays of Fear, кто хочет узнать больше о событиях, произошедших в этом доме когда-то давно, играть рекомендую. Вот, поэтому в следующий раз мы будем браться за новые игры, пока что эту отложим на полку, может, когда-нибудь к ней вернемся, когда там захотим разные достижения пополучать, которые не пополучали, потому что, я так понял, мы не все собрали рисунки, не все собрали там всякие фрагменты, вот, ну это, собственно, пока не важно. Вот, как скоро у нас на канале появятся еще хорроры, пока без понятия, будем думать, будем гадать, пока у нас по плану выживалка Long Dark, поэтому ждите Long Dark, скоро уже будет она выходить у нас по выходным, а пока что всем удачи, до новых встреч, с вами был Морган, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok